Так, давайте наших парней прикроем на шавчике, максимально быстро есть, одного сливаем максимально круто и... У нас перезарядка. Я понял, понял, перезарядка, конечно, долгая и позволяет, которая дать еще один выстрел для того, чтобы противник не захватил точку. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero и сегодня займемся тестом пушки шафта, пушка, которая в последнее время очень сильно доминировала в матчмейкинге, которая на каждом шагу, на самом деле, в каждой битве встречалась и далеко не в одном экземпляре, скажем так, да, далеко не один шафт был на карте. Сегодня займемся тестом, поскольку нас с последним обновлением, с последним патчем, который был на форуме, пушку шафт глобально поменяли, друзья. Ну, а перед тем, как мы пойдем тестировать, напоминаю о том, что не забывайте подобные видеоролики, поддерживать лайком, не забывайте напоминать, что же вы хотели бы в скором времени увидеть на канале в плане тестов, да, вооружения, пушки, дроны, все, что есть в игре, тестируем, проверяем и советуем, либо же, наоборот, не советую вам для покупки очки. И также, друзья, не забывайте участвовать в розыгрыше нашем, который связан с моим личным тегом, а именно Immortal, текущий тег, устанавливайте настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше. Есть ссылочка в описании на форум, которую вам нужно запомнить для того, чтобы принять участие в розыгрыше на большое количество танкуинов. Я вам желаю успехов, друзья. Я, в свою очередь, уже потихонечку отправляюсь в матчмейкинг. Сыграем несколько битв, поскольку в нашем матчмейкинге сейчас, в данный момент, битвы 7-минутные. И, наконец-то, я, если честно, такие битвы люблю. Вы напоминайте, какие вам битвы больше нравятся. 7-минутные, 10-15, которые на выходных, или же другие совсем, которые довольно продолжительные. Ну что ж, карта платы, друзья. Потихонечку загружаемся. И по количеству шафтов, друзья. Мне, в первую очередь, интересно увидеть, шафты есть на карте или нет. Пока что не вижу. Вижу, есть против вулканчик с риском. От шафтика даем зарядик. Кстати, друзья, я же забыл напомнить, какие у нас изменения. А шафтик теперь перезаряжается целых 10 секунд. И тот снаряд, который вылетает именно в снайперском режиме, никаким образом не зависит с баллоном. Теперь не взаимосвязан с баллоном, который есть возможность, которым пользоваться холостую. То есть, мы можем холостую стрельнуть. Три выстрела, допустим, да? Не столь быстро, поскольку я использую тяжелые, точнее, легкие конденсаторы вроде бы. Вроде бы легкие одеты. То есть, мы делаем обычные снаряды. А, тут, кстати, даже вообще баллон не тратится. Нифига себе. То есть, мы обычным истрам даже не тратим баллон. Просто есть какая-то определенная пауза, допустим, 2-3 секунды, после которой мы можем повторно стрельнуть. И это никаким образом не связано с тем баллоном, который мы тратим в снайперском режиме. Вот такое у нас обновление внеслось в игру, скажем так. Теперь перезарядка. Получается, написали 10 секунд. Но! Все зависит от устройства. Допустим, легкие конденсаторы вроде бы перезаряжаются 9 секунд. То есть, разница невелика. Но при этом, вот такой шафтик, который в последнее время, по-моему, перестал доминировать в матч-мейкинге. Потому что 10 секунд это реально очень много. Это максимально много. Это примерно на уровне той же Теслы. Хотя Теслу сделали аж 20 секунд, когда она перезаряжалась. А шафтик 10 секунд может быть не столь критично, но дает свое, скажем так, знать. И пушка шафта, возможно, уже менее актуально становится в нашем матч-мейкинге. И на ней тяжеловато играть. Но мы сегодня это проверим. Сыграем несколько, возможно, бит. На шафте какие-нибудь позиции. Профессионально займем и попробуем выиграть битву. И попробуем занять первое лидирующее место даже с таким шафтиком, который перезаряжается максимально долго. Мне, к сожалению, тут то ли Твинсик, то ли я промахнулся и не смог попасть по противничку. Избили прицел, к сожалению. Давайте обычный холостовый стрел дадим. Наверное, добиваем шикарно. Твинсику еще дадим. 960 урона. Крит урона, в принципе, как и был, так и остается. Никуда не пропадает. Наверное, после того, друзья, у нас, поскольку много есть устройств на шафта. Мне интересно, возможно, парочку из них протестировать. Одно, которое сейчас мы тестируем. И второе я протестирую, наверное, получает серийный огонь, которая позволяла там быстро стрелять. Именно в холостовом режиме, не в снайперском. И посмотреть, насколько разница велика теперь и в нем. Потому что раньше Хорн-Т-Шафт с серийным огнем довольно неплохие результаты показывал. Сейчас же все может наоборот быть. Хотя мы проверим, сегодня выясним это. Потому что с серийным огнем там может быть что-то интересное быть. А может быть, и наоборот, ничего интересного. И все только хуже стало. И возможно, не столь играбельно. Пока что, друзья, по месту. Мэй на втором месте. Не столь уж и плохо, как я на самом деле предполагал. И... Два резистика, получается, от шафтика против ребят используют. Не столь много. Хотя, если учитывать факт, что мы играем на плату, на котором играет лишь 12 человек. Точнее, 6 противников, наверное, союзных мы не считаем. То это довольно приличное количество от шафтика резиста, который, как бы, ну, вроде бы что-то может показывать. А вроде бы уже и не столько сильно нагибает. Наша, кстати, команда просто безумная. Вас по рикошету возит, который не поворачивает башни. По перевозит. То есть, в принципе, и тут удачная команда нам попалась. Которая саппортит. Которую можно даже прикрывать. И приятно прикрывать. Давайте твинтика солем. Красивенько 7400 дали. И пока без проблем мы играем, напоминаю, что с бустером. Бустер, который, как бы, занерфили повторно. И тоже показывает очень приличные результатики. Хоппер ввозит. Давайте попробуем прикрыть этого парня. Только КД, к сожалению, на бустере. Странноватенько. Возможно, что-то в этом плане тоже поменялось. Может быть, неправильно пользуюсь расходочкой. Может быть, минку не поставил из-за этого. А нашего парня слили. И, наверное, мы, да, не сможем, к сожалению, нашим ребятам помочь. И вернули флажочек. Давайте фризу понакидаем. 700 урона есть. То есть, каждые 2-3 секунды с холостого выстрела. Который не зависит со снайперским, да, не взаимодействует с снайперским режимом. Баллончик этот. Можем довольно тоже неплохо прикрывать парней. Главное не забывать, что одним баллоном пользуются, что вторым. Поскольку они не взаимосвязаны. Так, ну, 9 секунд передрядка ждем, друзья. Никуда не торопимся. Можно и чайку выпить, пока мы перезаряжаемся уверенно, красиво, сочно и аппетитно. Наконец-то. Можем теперь стрелять. Слили Гаусса. Кстати, наши могли подбирать, на самом деле. Столько флаг на центре валялся. Странно, конечно, никто не подъехал. Я, конечно, в том числе. Но я все же шефтовод. Сегодня аккуратненько играем. Никуда не двигаемся. Возможно, в какой-то степени даже УП набиваем. 15 к 2, друзья. Конечно, динамика не столь сильно зашкаливает в этом матче. Поскольку если динамика зашкаливает, то наша перезарядка, конечно, будет прям максимально унылой. Но с такой динамикой, которая есть сейчас в игре, в этом матче, то это еще неплохие показатели, даже уверенные. Давайте попробуем выцелить. Возможно, прикроем нашего васпарикошета, который, видимо, перевернулся. Да, васпарикошет не справился со своим корпусом. Реца еще дала красиво и перевернула этого парня. Ждем перезарядочку. Сейчас наши парни пытаются возить. Там Хоппер красиво уходит. Надо вулканчик, наверное, слить, которого сейчас купол пропадет. Хотя бы попробовать попытаться нашего парня прикрыть. Красиво взлетел. И попробуем добить. Да, есть 4-4, 100 верно. Максимка доставляет. Красиво, сочный аппетит. На 17 к 2 идем. На первом месте с тем учетом, что ни разу еще флаг не поставили. Лишь только прикрываем. И давайте вулкану зарядим, у которого есть резист. Но, да, вряд ли солем. Еще и бустер мне вовремя пропал. Я не смог этого парня осилить. Давайте попытка номер 2. Хотя бы кого-нибудь. Кстати, позиция не самая удачная. Давайте перееденем. Пока у нас есть возможность сменить позицию. Поскольку потом я бы выцеливал непонятно бы кого. И под прострел вряд ли бы попал. Давайте Хантера. Оп, следим. 5-600. То есть, на самом деле, на таком шафтике даже не обязательно весь баллон заряжать. Да, поскольку у нас есть возможность таким устройством легких конденсаторов. Хотя оно не самый максимальный план урона дает. Да, буст. Но, если постараться и высчитывать грамотно урон, то можно даже полубаллон заряжать. Да, конечно, все равно после полубаллона у вас будет максимально долгая перезарядка. Но, все равно, вы чуть-чуть экономите время. Заряжаете не максимальный баллон. Тем самым, чуть-чуть чаще стреляете. А значит, более эффективно в наших питах отыгрывать. 4 секунды до конца. Давайте купол поставим. Быстро, конечно, бой завершился. Теперь, что, друзья, предлагаю взять. Хорнета. Получить не с рикошетом, а с шафтом, который имеет цирин огонь. Который довольно часто раньше стрелял. По статистике матча, друзья. 22. Результат безумнейший. Я считаю, что шафтик, ну, как бы, вроде бы занерфился. А, с другой стороны, вроде бы хороший. Результаты показывает и может еще нагибать. Ладненько, попробуем на шафтике сыграть теперь с другим устройством, другим вооружением. И посмотрим, насколько он себя сможет хорошо, возможно, проявить. Чего-то прям забагало, залагало. Странно что-то в игре последнее происходит. Кстати, после выходных, точнее, на выходных была такая штука, что вы после выхода из матча очень долго выходили. И почему-то долго вас выкидало из матча. И также долго, вроде бы, грузились в матч. А когда загружались, уже находились на самой карте, то есть на Респе, да? Давайте Харнета, давайте шафтика с серийным огнем. Посмотрим, насколько там велика пауза между выстрелами. Насколько велика перезарядка с этим устройством. Серийный огонь, режим серийного огня. Шафтик, который раньше с бустером творил просто чудеса. Его, конечно, уже и после того теста, вроде бы, который мы проводили. Проводили. Немножко занерфили, не столь критично. Но это, наверное, опнова, которая сейчас уже более существенная. И покажет, на что шафтик сейчас способен с таким обновлением. Друзья, вы, кстати, напишите, играли ли раньше на шафтике. Продолжайте ли играть. Если не продолжайте, то на какое вооружение, возможно, пересили, да? На тот же Магнум, Рельсу, Гаусс. Может быть, на совсем другое вооружение. Может быть, на Изитку. Так, мы грузимся. Кстати, наверное, бой получается не с самого начала. Вот я как раз об этом говорю, что... Хотя не об этом, наверное, мне все же не распанулось. Загрузило прям в середину, там, где мы сильно уже проиграем. Точки не за нами. Давайте попробуем сыграем. Если что, дополнительный матч сыграем еще. И посмотрим. Кстати, три довольно быстро выстрела, но после трех выстрелов у нас перезарядка в 10 секунд, да? Либо в 8, либо в 9. То есть, ну, разница невелика. Поэтому примерно такая перезарядка у нас есть на этом вооружении. И это просто безумно, друзья. Надо накопить нам по-хорошему быстренько овердрайв. Команды, конечно, нет. Вот таких в битвах, конечно, не люблю играть. Когда нас закинуло прям в конец матча. Там, где мы очень сильно проиграем. Там, где команды вовсе нет. Которая сможет отыграться, да? Это решить, скажем так, в свою сторону и пользу матча. Поскольку просто не с кем играть. Но мы попытаемся хотя бы пару точек обнулить. Хотя бы пару килов сделать. И посмотреть, насколько шафтик может себя проявлять. Ну, скажем так. Трех выстрелов. Квата для того, чтобы уничтожить до Крусейдера. Возможно, Крусейдер хоть не целый был. Но мы даже врываемся в лидера. Даже с таким результатом, с тем учетом, что он нас загрузил. Мы даже что-то можем. У меня, кстати, есть овердрайв. Плагинчик мы по итогу не пробьем. Потому что у него есть иммунитет от пробития во время овердрая. Поэтому мы его не трогаем. Мы летим вперед. Попробуем сейчас этих парней под купола. Возможно, пробить. Слить. Вот так вот красиво. Может быть, даже Викинга Молота сольем, если получится. Только крит какой-то маленький. А, у меня ДДшки нету. Не отключили припасы. Нифига себе. Давайте попробуем тогда взять от оглушения. Раз там парни серьезно. Молотый пират, который отключает припасы. Мы, кстати, бой можем уже проиграть. Поскольку счет не в нашу пользу. 46. А вроде бы играем 150 точек. Поэтому нам нужно что-то делать. А что делать, не знаю. Когда команды нет. Я не представляю. Но попробуем. Попробуем залететь. 800. Есть криты красивые. Давайте хотя бы еще пару точек обнулим. Если мы осилим. То, может быть, перехватим инициативу на себя. И попробуем. Может даже выиграть. Ну, честно, сомневаюсь. Прям сильно максимально. Но. А вдруг? А вдруг получится все 5 точек захватим. И победа за нами. И сможем что-нибудь сделать в этом матче. Давайте прям тут вверхдрайв активируем. Пробьем Титанчика. Не дадим заехать. Точки, конечно, далеко не все под контролем. И этого может не хватить нам для того, чтобы выиграть в данном бою. Давайте Жигу. Ну, блин. Перезарядка прям максимально долгая. Мы еще и проиграем. Окей. Но я сырался, тащил. Вроде бы в конец боя запикались. Но при этом набралочку довольно приличное количество. Давайте тогда еще один матч сыграем. Давайте тогда в Ассаде, может быть, сыграем. Или в Ассаде не будем. В контроле Турчика хоть и мало провели время. Но, мне кажется, в Ассаде можно сыграть и проверить, насколько этот шафтик эффективен. Да, перезарядка стала меньше. Точнее, дольше. Довольно долго ждать ее. И, возможно, стало проще играть на тех корпусах, которые быстро погибают. Хотя, в этом не уверен. Хотя, зачастую, именно так и есть. Если ваша пушка передерживается долго, то лучше использовать тот корпус, который быстренько сможет на этой пушке выдать 3 выстрела. Допустим, как в нашем случае на шафтике. И погибнуть, отправить на респ. Да, как это получается с тем же рикошетом с плазмофакелом, на котором лучше всего отыгрывать на легком корпусе. Зарядил баллончик. Максимально быстро тебя слили. И снова баллоном респишь себе. Максимально комфортно отыгрываешь. Возможно. Может быть, так именно на шафтике нужно отыгрывать. А может быть, как раз и наоборот, друзья. Карта у нас, получается, магистрали. Ну, такая карта, если честно, тем более нашего тройного шафтика. Конечно, попытаемся что-либо сделать. Может быть, даже сможем захватить. Хотя, нам еще тут стоит долго-долго максимально. И команды пока своей я не вижу, которая может мне помочь. Мы сейчас будем просто прятаться. Просто флексить. Просто максимально уворачиваться от выстрелов. Но, к сожалению, не получилось. Команда нас в этом плане не поддерживает. Видимо, долго грузится. Ну, если по табу, конечно, обратить внимание, то, к сожалению, команда пока что еще до сих пор грузится. И желательно, наверное, попробовать парня слить на точке. Поскольку, если мы сейчас не солем, то беда, могут захватить точку. И вряд ли потом мы что-либо сделаем. И передерядка 10 секунд сейчас, наверное, этого не позволит сделать. 10 секунд, смотрим, как на нашу точку захватывает противник. И мы с этим просто поделать ничего не можем. Благо, и наши осилили. Благо, наши ворвались. Смогли что-либо сделать. И точку обнулили. Кстати, смока почему-то аптеку мне оставила. Хотя могла под себя оставлять. И еще играет с подрывником. Безумное вооружение Титана. Смока подрывник, который никогда в жизни не догонит противника. Никогда в жизни не зарьется рядом с противником. Хотя могу ошибаться. Может быть у этого парня все круто получается. Но, как по мне, играть с подрывником нужно точно на легких корпусах. Чтобы быстренько оказаться с противником. И подорваться рядом с ним. Получить дополнительный урон по вражеским танчикам. Но точка опять не под нашим контролем. Попробуем сейчас, конечно, далека прикрыть. Хотя бы одного парня слить. Но нам не хватает команды, которая может подъехать. И помочь нам в этом захвате. И мне даже смысла стоять. Выцелить противника нет. Поскольку перезарядка этого мне не позволяет. Точка захвачена вражеским танком. Точнее, вражеской командой. И пока что начинаем потихонечку проигрывать. Мы хотя находимся на первом месте. Даже на таком шахтике с тройным выстрелом. Творит, конечно, чудеса. Даже с такой перезарядочкой. Но, как я ранее говорил, точно это вам, наверное. Никакой не молот. Да, это не зитка. Это не рикошет. На котором реально можно комфортно отыгрывать. Тут же нужен, наверное, все же каждый выстрел иметь возможность дать по противнику. И желательно без всяких промоффов. Поскольку каждый выстрел очень сильно решает на этом шахте. С такой перезарядкой каждый шаг ваш, который вы, возможно, не сделали в правильное направление. И не попали по противнику. Очень сильно влечет за собой то, что вы становитесь менее эффективным в этом матче. Тем более с таким вооружением. Точка С. Давайте пробовать захват. Пока есть такая возможность. Шансы, на самом деле, неплохие. Только шарик АРС сейчас может все вообще поменять в этой ситуации. Хотя мы еще живем. Но меня слили. Наши ребята, чувствую, сейчас погибнут. Там еще и Хантер есть, который может активировать вверх. Наши ребята спят. Мама Тариса, которая погнала на Митре, еще лагает. Безумные парни с нами играют. Но с такой командой. Хотя тут есть товарищ, который играет тоже, по-моему, на АРС. Но вдвоем что-либо сделать с таким шафтиком. Хотя шафтик, честно, друзья, не столько плохо, как может кажется. По крайней мере, мы даже на таком шафте занимаем лидирующую позицию. Это может значить прям многое. Максимально многое. И Титан купол поставил. Вот так вот. Мы, конечно, сейчас находимся в беде. Зато есть Васпи, который сейчас всех взорвет. Васпи, конечно, безумный парень. Если бы сейчас не Васпи, то я не знаю, что мы бы творили. Васпи просто уничтожил как минимум четверых. А как максимум брал купол и дал возможность всех остальных уничтожить соперников. Давайте жигу добиваем. Но я, наверное, догорю. Зато у нас есть овердрайв, который позволит, возможно, подсаппортить команде, которая там пытается. И там уже довольно много вражеских танков поддержать, которые мы сможем пойти и даже помочь уничтожить. Главное, чтобы ребята точку не потеряли. Если точку теряет, то это беда колоссальная. Мы пробили всех. Надеюсь, что наши ребята на страйкерах уничтожат. Шарик полетел красиво, уверенный. Может быть, сейчас заберет полкоманды. Как минимум двоих, кстати, забрали. И, кстати, отображается шарик Ореса, когда уничтожают противника так же, как и бомба Васпа. Я на это не обращал раньше внимания. Может быть, это и раньше так было. Но странно, что бомба Васпа отображается именно таким же, такой же картиночкой, символом при уничтожении вражеских ребят. Но я тут ничего не сделаю. Максимум только продержать, выиграть время. Мы до сих пор проиграем. Один к нулю и две минуты до конца. Битва короткий, поэтому время терять нельзя. Давайте рикошета сольем. Подъехать-то я могу, хотя точка уже, купол точнее пропал, но есть новая. Оказывается, есть парни, которые в довольно большом количестве готовы там ставить купол. И наших союзников я не вижу. Не вижу большинство из них. Не чувствую, к сожалению, которые не помогают нам в захвате точки. И даже не пытаются, к сожалению, никаким образом подъехать и подсаппортить нам. Но команда против вообще безумная. Там диктатор ввердрайв настолько безумный раздал, что в шоке я. Ему в киберспорт пора. Такому количеству игроков раздать ввердрайв это просто дикая штука. Ладно, 220 очков, но в принципе по очкам мы, конечно, идем. Ну не то, что прям уверенно, но с той командой, которая есть, мы просто чувствуем себя максимально круто. Но как команда именно, да, не как отдельный игрок, конечно, мы проиграем, к сожалению, и ничего сделать не можем с таким шаптиком и с такой командой у нас. Минки, конечно, в большом количестве поставили, которые не дают нам даже подъехать комфортненько. И как бы тут шансов, на самом деле, за минуту до конца выиграть и захватить две точки, но никакие. На саде такой счет уже не компетчится и что-либо сделать не получится. Но мы попробуем хотя бы парочку еще скилов красивых сделать, но шаптик, конечно, друзья, очень сильное изменение получил с этим обновлением патчем. Мне кажется, возможно, шаптик еще будет подвергаться изменениям даже в этот же четверг какой-нибудь изменение выйдет, которое будет направлено на изменение шапта. Поскольку, мне кажется, это далеко не последний вариант баланса именно шапта этой пушки, может быть, других вооружений. Поэтому, я думаю, что шаптик еще поменяется и станет ничем не хуже, а может быть, и лучше других вооружений в будущем. Но пока что показывают хороший стабильный результат, не сам уверен, но при этом этого хватает для того, чтобы делать такие штуки, которые мы утворяем на карте, занимать первые места. И рация потихонечку побеждает, но тут, скажем так, не только от нас все зависит. Если команды от точки нет, но я даже на комбо вооружении играл, вряд ли чего бы сделал, поскольку один поле не воин, наверное. Друзья, на первое место уверенные 15 к 3, переиграли ребят потихонечку, хоть и проиграли матч. Команда, конечно, даже в меньшем количестве у нас, по-моему, была не самая уверена, хотя по джейскам такого не скажешь. Хоть и были пара человек, которые имели джейску чуть-чуть ниже, чем у противника, но при этом этого даже достаточно было для того, чтобы переиграть нашего противника. Но, видимо, команда посчитала нужным стоять где-то сдалека и играть в режим TDM. TDM, друзья, вы напишите, как вам данный шаптик. Честно, конечно, как я ранее сказал, это не рикошет, это не молот, это не изида с вампиризмом, это не страйкер тот же, да. Но что-то способен, честно, я, наверное, бы не стал на таком шаптике играть. Но в крайней ситуации, если вы прям имеете и владеете лишь одной пушкой, играть и, может быть, чуть-чуть нагибать еще можно. Что-то можно вытворять, что-то должно получаться, но, как вы знаете, от вас мало чего зависит. Команда все же должна в этом плане вам помогать, поскольку в прошлом матче, в том, где мы играли, точнее, на плата еще играли, там, получается, нам команда сильно помогала и мы довольно неплохо справлялись в снайперском режиме. Шаптик на тройную, вроде бы, тоже неплохо показывал, но точно не в том формате, в котором мы отыгрывали. Тем более, когда команды нет, то у нас замечательная, друзья, не забывайте поддерживать подобные видеоролики лайком, не забывайте подписываться к нам, прожимать колокольчик, не забывайте оставлять ваши комментарии по поводу подобных видеороликов, ну и не забывайте написать те вооружения, которые вы хотели бы видеть в скором времени на нашем канале. С вами был Mortal Hero, всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok